Последним и самым важным вопросом заседания городского совета стало избрание главы города Расказова. На должность мэра претендовали две кандидатуры, подавшие заявки на участие в конкурсе. Свой выбор депутаты сделали путем голосования. Председатель городского совета народных депутатов Сергей Свистунов назвал имя кандидата, набравшего большинство голосов. На пост главы города Расказова было представлено две кандидатуры. Исполняющий обязанности главы города Расказова Алексей Николаевич Калмаков и руководитель дополнительного офиса Тамбовского отделения Сбербанка Лариса Викторовна Сухорукова. Путем открытого голосования конкурсная комиссия выбрала человека, который занимал эту должность последние пять лет и знает город как никто другой. Вновь избранным главой города стал Алексей Николаевич Калмаков. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, на дальнейшую самовыгодную работу, на благо нашего города, на повышение безопасности и комфортного проживания наших жителей, наших избирателей города. И я думаю, что все те намеченные результаты, которые мы не достигли в пятом созыве, мы достигнем в шестом созыве. Вот вам моя рука от всего депутатского корпуса городского совета. Я вручаю вам вот это удостоверение. Как и пять лет назад Алексей Калмаков присягнул городу Расказова и его жителям. Разница лишь в том, что теперь на его плечи легла еще большая ответственность. Воплотить в жизнь все намеченные до этого планы и оправдать надежды Расказовцев. Клянусь добросовестно выполнять возложенные на меня полномочия главы города, верно служить населению города и защищать его интересы, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и исполнять Конституцию Российской Федерации, федеральное и областное законодательство, устав города. Любая власть это большой крест и дается она от Бога, поэтому она должна быть жертвенной. Руководитель всегда должен помнить, что он служит людям. Об этом Алексей Калмаков сказал протеерей Георгий Золотов, благословляя его на вступление в должность. На этом высоком посту должны всегда помнить о простом человеке и жить его нуждами. И поэтому это и есть крест. И на этом крестном пути вам нужна только помощь Божия. Пусть Господь укрепит вас, даст вам здоровье, сил, мудрости Соломоновой, чтобы управлять мудро и правильно нашим народом. Помощи вам Божией. Благодать Божией. Слова поздравления от губернатора Тамбовской области передал начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Александр Дерябин. Хочу вас с одной стороны поздравить, с другой стороны пожелать успехов в работе, передать самые теплые поздравления от Александра Никитина с надеждой на то, что город Рассказово в последние годы приобрел свой облик. Он появился как новое муниципальное образование на территории области. Сделано это все не только руками Алексея Николаевича, сделано это руками тех, кто присутствует здесь в зале, руками тех, кто живет в городе Рассказово. Самая главная заслуга Алексея Николаевича была в том, что он сумел консолидировать внутренние элиты города Рассказово, сумел организовать работу, построенную на достижении результатов нового экономического развития и развития потенциала каждого человека. Чтобы хватило сил осуществить намеченные планы, нужно помнить о людях и работать ради них. А еще важно быть простым и доступным в общении и открытым для народа. Я убеждена в том, что вы, имея активную жизненную позицию, сможете решать вопросы социально-экономического развития потенциала нашего города. Вы сможете работать на людей и для людей. Сегодня кредит доверия вы получили от наших избирателей. Это огромная ответственность и тяжелый труд. Понять серьезность ответственности, которая легла на плечи Алексея Николаевича, могут те, кто также служит людям. С назначением на должность главы города его поздравили руководители района. Очень много сделали для города Рассказово. И это говорю я вам не как ваш коллега, а как жители города Рассказово. Потому что уже более 10 лет проживаю в городе Рассказово. Я каждый день хожу по улицам, пешком. Автомобиль в пользу есть крайне редко. На работу с работы я хожу пешком. И я вижу те перемены, которые происходят в городе. И это радостно. Их невозможно не заметить. Это благодаря тому, что вы, конечно, смогли сплотить свою команду. И под вашим руководством делается много-много. И я думаю, что сегодня вам и руководство области, и депутаты городского совета вновь оказали доверие на 5 лет руководить городом Рассказово. И я уверен, что за эти 5 лет в городе произойдут еще более значимые перемены. Я желаю вам больших творческих успехов. И хотелось бы, чтобы город Рассказово становился все краше. Город Рассказово становился инвестиционно привлекательным. Я желаю вам больших творческих успехов. Желаю, чтобы вы с твоей командой плодотворно поработали эти 5 лет. И чтобы город, Рассказово, через 5 лет стал неузнаваемым. Сказать слова напутствия избранному мэру, пожелать ему выдержки, здоровья и удачи пришли представители органов правопорядка, производственной, социальной, коммунальной сфер города, малого и среднего бизнеса. А вот представители средств массовой информации города пожелали Алексею Николаевичу как можно больше положительных информационных поводов. Буду кратко. Желаю вам побольше позитивных рабочих будней, хороших информационных поводов, для того, чтобы мы их могли осветить на страницах нашей газеты «Трудовая ночь». Присоединяюсь к представителю отпечатленного средства массовой информации и хочу пожелать, чтобы Алексей Николаевич, возглавляя город, являлся драйвером только хороших положительных новостей. Несмотря на то, что Алексей Калмаков не в первый раз вступает в эту должность, день инаугурации, несомненно, был для него волнительным. Первые 5 лет на посту главы города были для него непростыми. Благодаря его стараниям город Рассказово заметно преобразился. За эти годы сделано немало. Отремонтированы мосты, автомобильные дороги, обустроены тротуары центра города, восстановлено уличное освещение на большей части Рассказовских улиц. Реконструированы скверы, парки. Новый современный внешний вид приняли фасады многих зданий Рассказово. Велась активная работа и в социальной сфере города. Мы участвовали в различных образовательных проектах, совершенствуя и модернизируя условия обучения и воспитания молодого поколения, укрепляя материально-техническую базу образовательных учреждений. Открывали детские сады, пытались сделать культурную жизнь Рассказовцев более насыщенной и яркой. Сейчас я вижу перед собой несколько основных задач. И в первую очередь, это возрождение промышленного потенциала. Для этого нам предстоит создать привлекательные условия для инвесторов. И также развивать и поддержку, и инициативу наших Рассказовских предпринимателей. Важно, по словам Алексея Николаевича, в работе избегать системных ошибок, учитывать полученный опыт в дальнейшей работе и прислушиваться к мнению жителей и коллег. Дарья Белозёрова, Алексей Горелкин, Новости, ТВ Рассказово.